В общественной палате Чувашии создана специальная рабочая группа по обсуждению поправок в Конституцию страны. Предложений по основному закону много, и они охватывают все основные сферы жизни. Это и институт супружества, и взаимоотношения в обществе, и целостность государства. Поправки в Конституцию должны сделать жизнь людей лучше, а государственный механизм эффективнее. Изменений социального характера, пожалуй, больше всего. Так, есть предложение внести законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсионеры, вышедшие, так сказать, по возрасту, по старости на пенсию, в нашей стране в своем большинстве, конечно, работают. И, простите, работают они не от удовольствия, а от необходимости. Потому что та пенсия, которая у нас выплачивается, она недостаточна для того, чтобы осуществлять и вести, ну, может быть, не очень достойную жизнь, но вот какую-то полноценную. Волонтерство в стране стремительно развивается и, по сути, стало новым трендом. Господдержку добровольческого движения предложили узаконить. Необходимо включить добровольческие формы служения обществу в Российскую Конституцию. И, прежде всего, это речь идет, ведь, о деятельности правительства. Должна быть связь, должно быть четкое понимание, что правительство поддерживает добровольческие объединения. Правительство понимает, что такое общественно-государственное партнерство. Вот, и сейчас вот настала пора как раз включить вот эту огромную сферу. Еще одно предложение – создать единую систему публичной власти. Эти изменения помогут решить проблему существующего сейчас разрыва. Вот это сейчас под действующие конституции, когда органы государства власти, они самостоятельны, власть, органы местной власти самостоятельны, и у них нет соподчиненности. Ни по вертикали, ни по горизонтали. А сейчас предлагается вот единая публичная власть. Вот половину я показал, верхняя – это государственная власть, которая состоит из трех ветвей власти. Мы с вами знаем – законодательная и исполнительно-судебная. Все, мы закончили государственную властью. Раз мы говорим уже единую систему публичной власти, то есть другая половина должна уже составлять местную власть. Голосование за поправки состоится 22 апреля, а пока россияне имеют возможность обдумать все предложения. Рифат Фадкулин, Богдан Адонникова, Валерий Резюков, Республика.